я вам всех гасит один он просто всех гасит один все дела круто а давай быстро короче их всех быстрых короче всех порешаем она босиком бегает еще ебнулась что ли по плитке зимой босиком и он и защищает круто круто я сейчас увидел вот он защищает ее и я сейчас начнется ролик мы только подойдем начнется ролик эти отвечаю нет мы здесь как раз чтобы помочь я вообще тут главный видишь почему-то очень мило с твоей стороны кажется мы имеем дело с добрыми людьми зале вечерочек ты на канале ганты games где мы с тобой играем в разные игры и мы продолжаем играть в конка star rail мы дошли как раз до больших шахт у нас на повестке дня пройти виртуальную реальность и возможно мы еще нормально пройдем даже сюжет но прежде чем начнем сообщаю у меня есть страницы на бусте для тебя доступны разные виды подписок чтобы получить анонсы и смотреть эксклюзивный контент на бусте вступай в группу vk где ты можешь предлагать разные игры для прохождения подключайся к серверу дискорд для общения и обсуждений хванка star rail хорроров и много чего еще жду тебя там все ссылочки в описании мари быстренько 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 вообще идем по книгам как раз у нас записки начну запьем записки 2 прочитать объявление под мостом типа объявлений которая появилась на въезде в заклепка град во время эвакуации на входе под эстакады в заклепка граде размещено множество объявлений содержание варьируется от официальных объявлений администрации заклепка града до объявлений о пропавших без вести размещенных частными лицами номер один движение запрещено из-за невозможности справиться с вторжением монстров заклепка град сейчас полностью заброшен жители города эвакуированы если бы если вы потеряли связь с близкими пожалуйста не возвращайтесь в этот город без предварительного разрешения с этого момента въезд в город будет закрыт а времени снятия запрета будет уведомлено позже во время запрета на въезд проезд в зону запрещен просим принять к сведению управляющий комитет и торговая палата заклепка града второе объявление о благоде проезда из-за вторжения монстров в туннель шахты заклепка града движение по праву по главному пути находится под особым контролем уровень запрета 1 а именно первое время запрета не ограничено 2 запрещенные транспортные средства любые вагонетки период действия запрета движения указанных транспортных средств осуществляется в объеме в объезд заклепка града совет шахтеров заклепка града третье объявление о розыске пропавшего без вести пробка и застенчивая 6-летняя макалинка модрич была разлучена со своей семьей в день эвакуации она была одета в меховую шапку с коричневыми и белыми цветами коричневую стеганую куртку и коричневые сапоги с меховой опушкой если вы встретите эту девочку пожалуйста сразу же отвезите ее в клинику наташа в камнеграде вознаграждение гарантировано я мария модрич мама девочки на данный момент у меня нет постоянного места жительства пожалуйста если вы обладаете какой-либо информации обращайтесь к доктору наташи она знает где меня найти вот так хорошо дальше записка следующая интервью с белобожцами по случаю солнечного фестиваля опрос о стиле жизни опубликованы в газете кристальной ведомости издания выходного дня в нем обсуждается различные традиции празднования солнечного фестиваля или все таки не такие шу короткие записочки на ебало вам попахивает интервью так интервью опубликовано в газете кристальной ведомости издание выходного дня так значит торопимся все заняты приготовлениями к празднованию солнечного фестиваля дорогие белобожцы вы уже приготовили солнце блины наш корреспондент специально отправился в гости к обычной семье из трех человек чтобы узнать что солнечный фестиваль значит для них и как они готовятся к его празднованию мы взяли ума мы взяли интервью молодого воина с реброгривой стражи и членов его семьи время нашего посещения выпало на утро за день до солнечного фестиваля глава семейства собирался купить продуктов на праздник а его жена осталась дома чтобы присматривать за ребенком репортер здравствуйте извините за беспокойство меня зовут эйбл я уже связывался с вами ранее и там ах да да я впервые даю интервью и немного нервничаю можете для начала представиться меня зовут итан я страж это моя жена хана и наш ребенок малыш бэк здравствуйте меня зовут хана я работаю в библиотеке агу бег такой милый а сколько ему недавно исполнился год г пицца кажется он хочет что-то сказать мы ведь собираетесь вы ведь запираетесь за продуктами зачем вам столько вещей с собой на самом деле я заранее попросился в отпуск а сегодня я планирую отнести гостинцы братьям на передовой запретной зоны а затем пойти на овощной рынок г пицца это очень хорошо ваши друзья должны быть очень счастливы кстати я хотел спросить а бэк уже умеет говорить нет нет бэк умеет произносить только простые слова гепа пицца и все же для годовалого малыша у него неплохо получается но о чем он гип гепард гепард тупица я не совсем согласен с его точкой зрения я всегда уважал господина командующего когда я не буду вас задерживать сперва сходите за покупками а я пока возьму интервью вашей жены подождите-ка я лучше позже схожу а то мало ли о чем вы будете разговаривать и данных она жената уже более двух лет во время солнечного фестиваля согласно традиционным обычам это должен взять с собой продукты и пойти к матери жены чтобы вместе приготовить солнце блины но из-за своей работы он дежурил в этот период два года подряд однако в этом году это наконец-то готов насладиться солнечным фестивалем у него наконец-то появилась возможность проявить себя в доме тещи вообще-то я до сих пор не умею да потому что тебе плевать если бы тебя не брось а если бы тебя не не спросили ты бы и не вспомнил да и чем-то собираешься кормить мою маму ну это не ссорьтесь пожалуйста малыш бэк только за что заснул я вижу мистер итан обычно не готовить не так ли ну действительно этим всегда занимается моя жена ведь моя работа давай оправдывайся своей работой я так занят что у меня совсем нет времени на готовку да я думаю что дело в том что ты просто не хочешь давайте так значит сейчас же возьмем все продукты и будем учиться делать солнцеблины партуки и с кухонным ножом в руке итан выглядел настоящим профессионалом несмотря на то что готовил впервые хана его жена оказалась не слишком стремилась помочь ему она прошептала репортеру что собирается воспользоваться этой возможностью чтобы преподать своему мужу урок поэтому это начал делать солнечные блинчики самостоятельно шаг за шагом под руководством кулинарной книги он положил три яйца добавил сахар и соль и быстро взбил их затем добавил молоко муму и муку и перемешал до густоты при этом итан убрал все ком все комки что удивительно для новичка он смазал сковородку тонким слоем масса с помощью кисточки налил на нее тесто вот солнцеблины и готовы будучи в приподнятом настроении итан приготовил замороженную треску репортер был удостоен чести быть приглашенным на обед вы готовили блины впервые но казалось вы знаете что делаете мне до сих пор не по себе давайте их отведаем а наш репортер испробовал много солнцеблинов но ему никогда не доводилось отведать настолько вздобных блинов в меру сахара и соли идеальная текстура и вкус трудно проверить что итан готовил впервые достаточно добавить немного йогурта меда и холода лосося и блинчики готовы к продаже в магазинах интервью было отложено поскольку репортер и хана помогали итану на кухне и приготовили вместе почти сотню блинчиков уже спускались сумерки когда они услышали плач маленького бэка когда молодая пара поняла что их ребенок еще даже не обедал это семейное интервью преподнесло много приятных сюрпризов давайте пожелаем итану отличного дебюта у его тещи уезжая репортер прихватил с собой около 50 блинчиков ведь они были такими такими не дописал хорошо все идем короче делать дела итак идем по друзьям что запросов друзья так мех madness есть из золос есть все супер дальше идем по сообщениям компенсация веб события короче просто все забираем получить 650 нефрит опять за что дают нефрит непонятно за что так о это вообще дело хорошее мисс освоение это нам недоступно к сожалению возвращение к звездам ага да никто все играют кто не играет жить пожалуйста здесь вот не играет вот там мой код можете вписать может быть кто-то действительно давно не играл в прошлый раз ничего не получилось никто так и не зашел по моей ссылке так матриям внутри обучение быстренько проходим вот это все уровень урон стойкости это так и истощает базовое значение стойкости противников блин ok урон супер пробития урон супер пробития повышать вместе с эффектом пробития уроном стойкости текущей атаки и уровнем персонажа уровно супер пробития не сможет нанести критический урон и не получает усиление от эффектов повышения урона урон супер пробить а также является уроном пробития окей как бы фракции небесный хор но это мы еще придем этому еще этому еще почитаем не переживайте до этого нам еще далеко получить 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 потом остальное тоже еще возьмем так честь безымянных тут тут все обновилась я так понимаю это просто есть время вот сколько дают там 40 дней чтобы успеть поделать всякие задания успеть заработать миссии то есть я вот уже что-то успеваю сделать расходящую вселенную это нас недоступно 300 тысяч кредитов это мы когда-нибудь это сделаем расходные предметы 10 раз и чашелист пройти а так это четыре дня это еще старые остались задания давай синтезируем туда еще предметы а миссии отдельно обновляются как давай где у нас тут синтез давай посмотрим что у нас тут мало вот этого 10 штук давай 10 штук а давай 9 будем добивать чтобы нас было все по 10 штук и еще один вот этот все 10 предметов получилось отлично когда-нибудь возможно я их буду использовать но вообще не факт по крайней мере сейчас они абсолютно не нужны абсолютно это все мы взяли вишь я уже очень быстро ориентируясь так прыжки получается у нас это светлячок это жуань мэй и это их конусы и у здесь еще прыжок есть так давай короче нет сообщение пока читать не будем давай пройдем журнал путешествий так вот плеть на каркал говорю ориентируемся ориентируемся где испытания давай короче испытывать светлячка видишь этих мы уже проверяли в раньше все а теперь мы их не трогаем теперь мы идем чисто по вот этим вот нашим ребятушкам светлячок своих способностей трансформирует персонажа и наделяет его новыми умениями во время трансформации персонажа его возможность пробития урон пробития значительно повышаются добавляет противникам огненную уязвимость ну так она и используйте технику чтобы подняться в воздух и перемещаться свободно обиде на кнопку техник чтобы использовать атаку падение ебать что такое свечок можно использовать свою технику чтобы подняться в воздух и перемещаться свободно когда время свободного перемещения заканчивается Или вы нажимаете на кнопку техники Атака в падении наносит урон всем противникам В радиусе действия техники и добавляет огненную уязвимость Жесть Она рейнджер Она рейнджер я тебе говорю Пау рейнджер Так побежали Вот это да Используйте технику чтобы атаковать Сразу несколько противников А прям Вы все попадаете в зону да? А нахера мне с вами драться А Ой то что то Это что за телевизор Вот это Майкл Джексон Нифига себе Круто Класс Класс Ты глянь сколько достижений получили Просто с ничего Класс Класс мне нравится Когда он в шляпе Гантэ в шляпе Это вообще шикарная вещь Давай прям Чтоб в центре Чтоб его как ёбнуло Наверное от этого Что то зависит или нет Главное чтобы был радиус Ооо Сейчас мы короче будем вас всех Так кто у вас там первый поднимается Ну первый вот этот поднимается Ладно давай пробивать вот этих А ты всех бьешь да? Это хорошо Так А ты кто? Огненная да? Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу круто да это может мощно надел снял надел снял надел снял классно давай попляшем теперь так я знаю что он может быть огненным а может плясать с часами так а что это за значки ну давай будем бить всех будем бить я не знаю я пока не очень понимаю по их способностям почему не тратятся силы нет ничего не тратится почему как галлахер сюда отскок давай всех чтоб всех как бы всех по чуть-чуть касалось ой я не специально давай вот так то есть они все отходят назад по чуть-чуть до отходим ну галлахер ничего не сделает она вот в состоянии короче вот этого своего дровосека мы его откидываем назад постоянно я где я пропускаю те моменты когда его назад откидывает ну это вообще как-то у нас все легко идет о давай еще а это просто переодевается а все окей она просто переодевается в тот момент еще давай попляшем с часиками почему бы нет тут 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 но она неплохо так все хорошо сделали переживание пошли повышает эффективность пробить и уязвимости всех союзников и дополнительно задерживать действие противников с пробитой уязвимостью когда союзники пробивает уязвимость противника персонаж наносит ему доп урон пробития повышает скорости пробить и всех типов сопротивления всех союзников окей все побежали все бежим что-то делаешь вот так давай еще раз друг тух-тух это просто усиление окей она в него она его балалайка треснул своей красиво так я ее помню сушан я помню это сушан ах ты скотина поддержка давай себя поддержим а ты постоянно себя будешь поддерживать мой блин красиво деревья выросли выросли деревья ты прикинь ося петух побежит смотри я говорю петух побежит но но где а просто она так делать хорошо он упал почему-то почему-то он решил упасть окей окей хорошо так смотри что касается чашелистов мне пока никто своей ники больше не оставлял поэтому чашелист будет если по сюжету он там появится мы его выполним так уничтожение текущий рекорд 157 641 нанесите 150 тысяч или больше единиц урона за один удар нифига у нас урон гулки и руины текущий рекорд 385 1639 нанесите 300 тысяч и не с урона одной атакой без проблем 451 градус по фаренгейту долете трех противников огненным уроном пробития в одном бою небесная рука используйте технику чтобы одолеть всех противников в начале боя где мерцать ветрячки выглядят одну битву со светлячком и первопроходцем в отряде по все да все прикинь все заработали сообщение давай быстро по сообщениям март посмотри красиво не знаю что что красиво а фотографии еще не отправлены а я могу их открыть ну да красиво после что думаешь есть предложение настроить диафрагму не к чему придраться мне кажется красиво я бы также сфотографировал какой совпадение тоже так думаю если можно было бы в чем-то усомниться то это явно не связано со мной хорошо решено ганте а ты не ты мой официальный фотограф и ебать а при чем здесь я я же не фотографировал ты тут машина для синтеза взорвалась не можешь открыть дверь в свою комнату он пом потеряла давай вот так спросим нет ужас я представить не могу что можно потерять помпом постой что ты вообще такое говоришь я просто спрашиваю что ты делаешь пытаюсь раздобыть больше чашелистов я выполняю поручение я ничего не делаю давай я выполняю поручение ого вот так труда вот так трудолюбие ганты выдающийся безымянный если увидишь интересное поручение то не забудь взять с собой меня хорошо отлично я запомнила даньхэ ганты ты стучала в дверь архива посреди ночи прости я тебя разбудил давай вот так сразу извинимся ты уже спал и в архиве раздавался какой-то шум я делал пометки в базе данных как вдруг отключился свет и я уронил книжную полку когда я выбрался ты уже вернулся к себе не ложись так поздно будь осторожнее давать ну ладно будь осторожнее мы вежливы я в порядке если будет свободно минутка загляни в базу данных ты говорил что хочешь лучше понимать столарон и ионов так что я отметил материалы про них возможно сегодня не вернусь на экспресс что случилось где переночуешь давай что случилось я наблюдаю за невиданным ранее существом я соберу все что мне нужно для базы данных только к завтрашнему утру а что тебе интересно если честно нет немного не волнуйся отдохни лучше они все равно очень осторожны их сложно увидеть всего одно движение и они уже пускаются в бега надо бы найти более подходящее место для наблюдений на дереве в воде давай на дереве спрятаться в листве хорошая идея не слишком ли поздно прийти не слишком ли поздно прийти сейчас а ты хочешь к нему я смогу их найти если пойду сейчас а что интересно я просто хочу посмотреть интересно наблюдать только за дань хэном на дереве это что за подкаты хорошо так окей окей теперь нам нужно так так я объявляюсь я ничего не забыл тут но так много всего что я боюсь очень забудем а у нас что я короче никого не буду выбивать в прыжках я никого не буду трогать хер бы с ними эти тоже нам не особо нужны пусть будут вот у нас прыжок есть да вот этот используем прыжок так еще мне сказали что можно тратить вот этот вот эти штуки за на них можно покупать все ограничены они есть давай будем их брать просто во-первых золотые возьмем я что тут еще дают но это всякая че 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 пухня вообще она мне в целом мне билеты нужнее не билеты нужнее поэтому конечно берем вот это в первую очередь а вторую давай ладно возьмем вот эти просто тут несколько это можно трать но опять-таки появляется потом золотые а я уже их не куплю а через 11 дней я вряд ли накоплю столько много поэтому ладно давай будем брать они пока мне нужны пока я вот это вот хернёй занимаюсь вот этой вот как мы 300 к так сделаем она скорее всего исчезнет и ее больше не будет так что раз и и сделаем и хватит но мы ничего не выиграли ничего крутого не выпало нам ну может по стандарту что-то выпадет хотя бы что у нас там ханья и дал он получается и все да как много конусов и 1 ханья так у нас получается в персонажа сейчас нам нужно зайти да и дал он ей повысить реликвии нет подожди вот реликвии еще ханья и дал он и два взгляда использование навыка повышает скорость персонажа на 20 процентов на один ход так реликвии подожди где мы смотри надо ганты короче поставить реликвии одинаковые все вот эту сменить вот эту сменить экипировать все и у нас эти надеты до полный комплект теперь мне должны дать вот получить экипировать и 4 ликви чтобы активировать эффект набора все это мы получили отлично теперь миссию завершить и виртуальной вселенной мы сейчас как раз пройдем но я сейчас меня опять ганты реликвии меняю ему то что есть у нас шляпа меняю на вот эти перчатки а следом а не знаю давай дадим ему ты надевай вот это а подожди так это защита а кто на щиты ставь нас кто щиты не ставит давай тогда это сделает лучше убрать пусть лучше это носит короче я все решил экипировать экипировать все пусть это носит лучше так теперь как нам попасть журнал путешествий как нам попасть виртуальной вселенной вот впервые пройдя каждый мир виртуальной вселенной открыв новое благословение и диковины в справочке вы можете получить звезды нефрит принять участие погнали нам с тобой думу не надо разговаривать виртуальной вселенной официальная версия виртуальной вселенной забудь о предыдущей бета-версии мы внесли много изменений хочешь знать больше об обновлении рассказывай я разберусь нет мне не интересно рассказывай а тут туго собра а ты туго соображаешь во первых стивен сильно изменил игровой процесс он сказал цель каждой фазы стала понятнее я вот не очень понимаю о чем он я конечно гений но это не значит что я разбираюсь в играх так что поверим ему на слово в этой версии у тебя будет больше свободы действий можешь менять состав отряда выбирать разные благословения появились даже случайные события за участие ты получишь опыт и наконец появились появилась новая механика с ее помощью ты сможешь преподоподобнее изображать а кивили маккей давай пройдем встречай официальная версия виртуальной вселенной настоящая игра начинается сейчас официальная игра содержит несколько исследуемых миров с возрастающей сложностью разные занятия функции разные занятные функции будут открываться постепенно посмотри ты будешь заработать очки каждый раз когда зак зак закончишь прохождение этапа нажмите чтобы посмотреть награды за очки награды за предыдущие два теста находится здесь награды обновляются я очки сбрасываются каждую неделю давай получим все еще можно это что отпечатки судьбы продвинутые митера для повышения уровня следов окей а теперь отправляется на исследование мира один я уверен это найдешь кое-что новое то есть получается мир закрыта он откроется после чего при первом проходении любого мира можно получить дополнительные награды и следуйте зоны чтобы заработать очки для обмена за награды у кого вас тут миров то три четыре пять шесть семь восемь девять ехренеть так 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 давай 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 первый ну пойдем так получается мы получаем 120 нефрита за первое прохождение не хило так слушай а теперь можешь выбрать знакомых которые присоединятся к твоему отряду их способности будут зависеть от того какими ты видишь этих людей в реальности если все готово нажми эту кнопку тебя телепортирует мир один ну у нас стандартный отряд наш боевой а что это данные персонажи она это все ерунда запустить виртуально силен давай посмотрим я надеюсь что это будет не очень долго если до виртуальной вселенной можно получить космические фрагменты начале каждого исследования вы получаете 50 космических фрагментов в подарок во время исследования используйте космические фрагменты чтобы получить дополнительную помощь после завершения по крайней мере одной зоны виртуальной вселенной в последнем цикле вы можете выбрать одно благословение освоения при повторном входе в виртуальную вселенную так вы прошли первую зону в предыдущем исследовании благословение освоения будет получено в этом исследовании фрагментированный космос получить 100 космических фрагментов благословляющий космос получить благословение 1 звезда давай возьмем 100 космических фрагментов благословение благословение освоения при завершении по крайней мере одной зоны виртуальной вселенной последнем цикле вы можете выбрать одно благословение освоение чтобы усилить свой отряд при повторном входе в виртуальную вселенную окей хорошо так тут есть какая-то карта зона битвы зона битвы ага ладно что-то тут может вообще находиться что-то валяться что-то из искаться нет ой подожди опа вот так то есть мы все так же бегаем сражаемся пожалуйста короче это будет быстрый виртуальная вселенная у нас все-таки не открытые благословения отмечены чтобы их легче было собирать ты будешь получать соответствующие награды когда откроется справочник так заводное я то есть мы ничего этого не открывали заводное яблоко использование бонус таки персонажа повышается на его вот так межзвездная конструкция безопасная нагрузка повышает силу атаки персонажа со щитами высший опыт неизгладимости когда персонаж подносит урон противнику есть базовый шанс забросить его на один ход давай вот это возьмем а потому что спрошу меня почему эти скажу почему потому что там две звезды вот эти две звезды не понимаю смысл зачем разрушаемый предмет виртуальной вселенной из разрушаемых предметов выдаются космические фрагменты разрушая предметы виртуальной вселенной можно случайным образом получать космические фрагменты восстанавливать hp и очки техники это понятно а я не пойму вот нам есть смысл с нее это все делать делитесь сами пожалуйста меня в это вообще не приплетайте ну ты мог и не использовать целом это все ты а я думал напеть начала но могла в целом испеть радуга тяготение айдена когда признак выполнять бонус атаку по выбранному противнику действия противника задерживается но тут все по одной я вообще не вижу в этом смысла берем что нам это все дает я не очень честно понимаю а о там что-то было а это переход другую в другое место и тут каждый раз нужно мне нажимать чтобы они автоматически дрались хорошо так дальше берем вот этой мы еще не брали когда персонаж закладывать щит на союзника он сам получает щит который помогут и хорошо хорошо все да теперь бежим сюда зона элиты ой блять все потратил все потратил о успеваю 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 элита это типа сейчас у меня будут тут сложности какие-то да вот это хотите сказать а мы начинаем сразу с песни ну замечательно же все блин песня закончилась у 333 так получается у нас вот этого не было просто забираем я просто не пойму она мне нужно запоминать типа на кой хер мы это все делаем взяли то чего не было а теперь нам нужна карта получается да то есть вот мы прошли зоны элиты зона отдыха зона битвы зона события зона отдыха зона босса окей зона отдыха о прикольно это что-то еще может быть нет ничего забавно так она то типа с герта надо поговорить о загрузчик у меня не вижу смысла кого-то менять что это байлу байлу присоединился к отряду каким образом нас же 4 как и было герта виртуальной вселенной вновь появляется кукла герты раньше вы слышали только ее голос так что вам несколько странно видеть ее появление герта смотрит на вас каменным лицом эта зона отдыха где можно перевести дыхание в полная в полной опасности виртуальной вселенной надеемся здесь ты восстановишь здоровье воскресить свою команду купишь снаряжение и усилишь свои благословения отставленного произнесла герта я помогу тебе усилить благословения а что до остальных функций ты можешь найти их помните самостоятельно усиление благословений мне нужны и другие функции усиление благословений ага-га ревы ребячливо откликается герта как владелец игры я могу сделать твои благословения мощнее или полностью за изменить их но это она за это мне нужны и космические фрагменты иначе зачем тебе их собирать верно приступим открою кран усилений господи как же тут много всего тут можно усилить имеющие благословения благословения становится еще мощнее после усиления но конечно за это придется заплатить для усиления благословений нужны космические фрагменты каждое благословение можно усилить только один раз так когда персонаж поваляет бонус так он наносит урон так эффект усиления получается урон послевкусим равны 60 процентам и повышать за 35 процентов еще но усиле благословение усилено но остальные не вижу смысла зачем как бы вот это усилено а то есть это общее да все благословения у нас там будет зона отдыха еще нет давай это будем усилять все что есть так усиление благословений ведь экран усилений это все только через герту делается так эффект щита это опять щит давай вот это усилим ну а чё нет я так понимаю потом это нельзя сделать а может быть можно хер узнает так а если мы поговорим с тобой по-другому блять не то да не то не торопись если мы спросим мне нужны другие функции все то же самое окей все то же самое пойдем а так г усиление благословения расходьте космические фрагменты чтобы усилить полученные благословения каждое благословение может быть усилен только один раз хорошо а то что мы читаем это надают тоже нефрит прикол зона битвы я успел спеть успел дурачок а я успел спеть а я успел спеть пожалуйста ой да мне ваши цели тут по барабану вообще нас еще и умудряются бить ребята вы чего вы чего вы же такие сильные гляньте нас бьют это смешно так у нас ничего нет пусть будет вот это так вот так тебе сзади бейте 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 ла давай сами попробуем подожди давай сами попробуем не будем использовать всякие вот эти вот штуки а ты бей двух и все может все таки если буду это делать сам это будет немножечко быстрее но вообще не факт пусть будет вот это я так понимаю нам просто нужно их бегать и все 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 активируйте все все что есть это что это какая-то хрень ладно давайте пойти песню нет не хочу я сам это делать иначе зачем эта функция придумана вообще но хотя бы это сделаем под песню ни хрена это что сейчас привык такой это просто стоит поет и и показывают когда признать противник урон послевкусие дополнительный урон хорошо пойдем дальше зона события у какой-то вопросик подойдите к этой рамке давай опробуем эту обновку давай во это что такое виртуальная вселенная идея стивена лойда вы замечаете неказистого мужичонку лет 30 в белой рубашке и коричневых брюках с подтяжками при разговоре его глазки постоянно бегают как будто ему неловко я хотел добавить случайные события в игру чтобы сделать ее поинтереснее но похоже датчик мозговых волн звоит поэтому теперь события в игре будут немного как бы это сказать монотоннее приношу извинения бармочет он о чем ты насколько монотоннее давай о чем ты например он старается не смотреть вам глаза м например сейчас происходит случайное событие я написал пару шаблонов но симуляция не дает импортировать их в игру в этом случае вы увидите следующее произнеся эти слова мужчина исчезает и на его месте появляется новый текст вы столкнулись со случайным событием выбрать мне бы начальный капитал получить космические фрагменты мне бы что-нибудь полезное получить одно случайное благословение ничего не делать вам это не нужно давай получить теперь благословение так ну давай вот это вот настолько монотонно будут эти события извиняющийся голосом добавляет он ладно все ясно это никуда не годится когда ты их исправишь надеюсь мы это скоро исправим искренне продолжать мужчина я очень хочу чтобы вы насладились игрой правда еще раз приношу свои глубочайшие извинения конец я-то думал что то интересное будет зона а зона отдыха сука как я просмотрел зона отдыха написано же зона отдыха я думал там уже нет зоны никакой ну ее мое мы с тобой опять будем все это вы встречайте герту она равнодушно смотрит на вас поздравляю сегодня не просто попасть а сюда не просто попасть небрежно бросает герта если у тебя остались космические фрагменты ты можешь использовать их здесь для усиления своих благословений любом другом месте они бесполезны открой экран усилений ну давай посмотрим что у нас есть усилим все все что нам делать какая разница зона босса давай песню сначала споем а так у нас и не будет трогать он же такой с прикол дэсами а ну тут ребята точно сами делайте все я вас верю у меня сильные мощные хорошие не дай бог вы сдохните а что тут слушать система элементальных элементарных частиц но они неплохо справляются видишь они на одного нацелились и хорошо сейчас они его добьют так то я считаю все хорошо да вы же добьете его все минус один пожалуйста теперь херачат просто другого полностью слабый урон но ничего сейчас еще и лочь его херанет и потом еще это песню запоет и будет вообще у нас тут веселуха ну не так долго кстати проходить виртуальной вселенной видимо из-за того что мы тупо прям прокачаны для нее ну окей мир пройден покинуть виртуальную вселенную пойдем собственная комната так норме чтобы продолжить 120 нефрита получили какую-то облигацию я не посмотрел что это но как тебе официальная версия если она кажется тебе слишком простой ты можешь начать исследовать новый мир по-видимому новые противники будут гораздо сильнее судя по данным скриллом а вероятность проиграть первой битве составляет 60 процентов но терять тебе нечего рано или поздно ты справишься а это а вы правда изучать ионов это все больше и больше похоже на игру о чем ты наша цель не изменилась а теперь приготовься к чему здесь можно получить разные вещи в обмен на облигации забирать то что нужно магазин герты вот вот 8 облигаций да и нам дадут 5 5 звездочный конус понимаешь только 5 звездочный конус то есть для разрушения то есть например для ганты вот это идеальный 5 звездочный конус это что а награды хорошо забрал то есть можно просто ходить 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 получать 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 будет неплохо так благословения все сущее жаждет взгляда иона подарочек открытые благословения 5 штук у тут прям много можно заработать день уже кто событий вы можете столкнуться с самыми разнообразными забавными захватывающими вещами во вселенной действий на лойда а то есть тут много 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 чего может быть круто блин классно дико он откроется после проходения зоны элиты мира 3 на уровне сложности 1 но собственно и разные ионы о которых мы можем читать но не будем я же не вроде уже читала это у нас еще книг до хера а когда откроется мне по сюжету опять да а за жди месяц и не мы не умеем прощаться и пройдите первый мир виртуальной вселенной все понятно и понятно вы стоите посреди бескрайних лугов а по небу проплывают облака но при этом все выглядит пиксельным вы опускаете взгляд на руки но и они тоже превратились в пиксельные кубы на вашем запястье пиксельные часы пиксельным большим пальцем вы надавливаете на них раздается громкий звук ваша одежда превращается в рабочий комбинезон вы удивленно смотрите на плывущие по небу пиксельные блоки на фоне играет электронная музыка множество пиксельных муравьев на земле складываются в надпись добро пожаловать братья братья баррио такое братья баррио это я-то кто-то баррио муравьи быстро перебегают с места на место и вы видите уже другие пиксельные символы это вы вы решаете не обращать внимание на муравьев вашу сторону плывет пиксельное облако и вы замечаете на ней на нем надпись выведенную мелками режиссер герта вы понимаете что оказались под воздействием дековина кубиков снижения размерности превратились в часть графики которые герта нарисовала мелками на сине виртуальной вселенной с раздражением выпинаете кирпич и из него появляется золотая монета вам нужно выяснить как вернуться виртуальную вселенную можно вскарабкаться по трубе слева или прыгать по кирпичам справа получить космические фрагменты 200 получить два благословения одна звезда при этом не все персонажи потеряет и чп раны 20 процентов от их текущего hp давай взяли и вот это взяли вы натыкаетесь на крепкого мужчину из дикого огня он сильно выделяется на фоне нарисованного мира мужчина боксирует с криком к увы вам не удается вернуться от удара вы идете дальше видите перед собой пиксельный знак вопроса разумеется это точка сохранения вы вешаете на него свою шляпу можно продолжить игру позже так еще у нас вот такое событие чё это а вы встречаете куклу на наростом в три головы ее похоже на соломы волосы сделаны из веревок в живот куклы встроен счетчик вы открываете инструкцию эта кукла создана ахой по своему образу и подобия она предназначена для вымещения сильных эмоций жаждет быть избитой чем больнее вы бьете тем счастливее будет кукла и тем больше она даст вам золотых монет примечание ахо не отвечает за качество легко похлопать но хотя бы не сломается удариться всей силы и пусть ахо не смотрит свысока давай вот это как ёбнем кукла ахи не реагирует число на счетчике не меняется провал дано сломано легко похлопать но хотя бы не сломается удариться все силы и пусть ахо не смотрится высока давай а по 400 фрагментов число на счетчике растет и доходит до 400 активируется вживленный фуклу чип начинает играть песня разрушение безумно сохранение тупо все ионы упертые ахи стыдно ахи стыдно ахи стыдно мы получили множество космических фрагментов ну неплохо так давайте соберем все что у нас есть ли он смотрит на нас а почему так показывает обычно же по-другому все ладно смотри на нас система элементарных реакций нанесите 5 или более типов урона в одной атаке виртуальной вселенной психологии потребления соберите 500 космических фрагментов собственная комната завершите исследование мира 1 виртуальной вселенной все собрали так честь безымянных а это то что мы прошли виртуальную вселенную один раз прошли забрали книжечку дальше межзвездный путеводитель а при теперь мир вот есть и осталось пройти сюжет просто пройти сюжет о супер много дают за виртуально сильно то есть подожди а я могу сколько я могу ходить сюда играть скажи пожалуйста вот ты мне в комментариях напиши я могу постоянно сюда ходить загрузка первого отряда то есть постоянно-постоянно могу перепроходить 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 как и чашелисты верно если да то просто напиши и напиши что значит оставшееся время а на очки ладно не пиши про то что все время я понял напиши по поводу того что я сказал ранее так теперь мы идем по заданиям миссии так равновесие нам еще недоступно это всю херню мы не делаем как перейти вот это супер перейти подтвердить все бежим исследовать короче вот это возьмем кого-то здесь можно слушать я помню сетующий шахтер я самого начала сказал антонине мы не должны были спуск пускать сюда этих бродяг я бы не попал передрягу если бы не эти головорезы хватит уже всем сложно а сейчас время помочь друг другу я помню одному из своих дядей пришлось бежать из закрепка града чтобы делать его тоже что делать его тоже бродяга верно ты бы и его прогнал он моя семья другие бродяги не моя забота замкнутый бродяга не подходите дорога перекрыта оставайтесь на месте и полегче зачем вы там прячетесь вы не знаете что произошло в шахте какое-то имеет значи отношение к нам думаешь мы такие же как те головорезы кто-нибудь у вас ранен у нас есть доктор она может позаботиться о ваших раненых ну точно а ты даже можешь гарантирует что никто не будет создавать неприятности я не верю оставайтесь на месте ох эти ребята так все я проверил мышку она чуть-чуть подтупливала кто-нибудь из вас видео моего мужа такой красивый парень высокий и худой член дикого огня ухаживающий за ранеными все шутки все шутки шутишь сестрица тут и без тебя не разбериха ох я шучу по-твоему я видела как ты записывала именно шахтеров поэтому и пришла можешь записать имя здесь ох какая деловая ёбана прикалываешься ходишь так вы тоже будете разговаривать да тут всех у нас слушать пик ему конец он спал там спокойно доктор даже велела отдыхать что если рано снова откроется кроме того элэйн вытащит его она надежная девушка элэйн тоже там быстро мы должны перестань волноваться дикий огонь уже там почему у меня мышка начинает то гигантская рудная жила которую они открыли видимо это как раз то место где возникли мгновения он там видимо до поднимемся повыше и посмотрим давай мощи как сейчас идем то есть как-то вот так вот так нам обходить обходить ходить там чашелист мы пройдем еще чашелист я тут не могу да спуститься окей вот так мне нравится прям идешь стабильно а кстати кстати щиты где у меня инвентарь где бабки где бабки то как выглядит щиты это конусы это не то это не то вот это щиты нет вот 960 мало нет 1000 нужно там и дал он мой висит ждет меня так хорошо там человек он спит где увидите кого давайте поднимемся и посмотрим вдруг ему нужна помощь о каких людях вы говорите а вот этот человек пик о про него чуть слышал натуре спит спать в таком месте ничего себе ты просыпайся у тебя на голове скоро грибы вырастут что грибной суп где госпожа зеле ты чего тут спишь жить надоело возвращайся в укрытие в зоне отдыха в укрытие ох теперь я вспомнил эти ребята появились из ниоткуда и подрались шахтерами я бы так измотан что пробежал лишь несколько шагов и меня тут же схватили если бы не дикий огонь они бы отобрали мою одежду а потом куда пропал дикий огонь зачем им твоя одежда у этих парней никакой морали глазом моргнуть не успеешь как они тебя обдерут до нитки только благодаря дикому огню они не при его не прибрали к рукам всю большую шахту ты будешь пропускаться что происходит кстати где дикий огонь они пошли глубже там драка кажется бригадир олег должен быть впереди скорее дик наташа в зону отдыха и постарайся по пути не попасться бродягам хорошо спасибо что разбудили меня если я потороплюсь то успею еще вздремнуть еще происходит мышка зале поэтому не почему я ее знаю это л.н. из первой шахтерской бригады давайте скорее присмотрим не ранена ли она на нет мышка работает шо вам так всем плохо здесь элэйн ты в порядке ты не ранена зеле слава богу я я в порядке просто пара растяжений вы так вовремя эти бродяги спрашивали меня про роботов а я ничего не знаю роботов мы тоже ничего не знаем давай вот так ах так вы не знаете внутренняя секция большей шахты захвачена банды роботов ни шахтеры ни бродяги не могут подступиться и вот на поле появляется новая сила роботы говорила же конфликты между людьми такая скука кто нибудь знает откуда берутся роботы сначала мы подумали что земли рояные машины разом сломались но потом выяснилось что они не принадлежали шахтерской бригаде они появились из ниоткуда и оттеснили бродяг и нас затем они перекрыли все туннели во внутреннюю секцию еще подумать что вы так поверяете страна чьи-то козни не может быть чтобы кто-то из шахтерской бригады стоял за этим одной-то машиной сложно управлять а целой кучей невозможно тогда остается одном босс сварок сварок что-то знакомым помнишь робота в которых мы победили в бойцовском клубе а роботы босса сварога сварок откуда он вообще взялся если коротко то с ним шутки плохи пойдем искать других людей и л.н. ты сможешь вернуться к зону отдыха конечно зелее вы ребята берегите себя роботы объединились против людей я никогда о таком не слышала машины должны безоговорочно подчиняться людям что ж тогда под землей тебя ждет много открытий принцесса так опа ролик а этот лифт сломан почему он не реагирует какое тебе дело до этого хлама правда хочешь спуститься и побыть живой мишенью для роботов ну да если мы эвакуируемся то ничего не получим да мозги ключи а мы просто ограбим шахтеров и все я своими глазами видел у них мешки с геосущностью это отличный шанс хорошая идея совсем стыд потеряли хотите напасть на шахтеров вот я вам сейчас задам пожалуйста разберитесь с ними господа почему бы не разобраться с ними правильно бежать при первых признаках опасности это все на что они годятся а что это те люди обронили а по углу что это бип-бип-бип поиск возможных пользователей бип-бип обнаружен отпечаток голоса и мы извлекаем идентификационную информацию соответствующую отпечатку голоса обалдеть это же инопланетянин что эта штука разговаривает и она знает что мы с другой планеты определенно на технологии этого мира определенно не технологии этого мира посмотрите на корпусе логотип корпорации межзвездного мира возможно это антиквариат оставлены здесь другими межзвездными путешественниками бибиби сам ты антиквариат мать твоя антиквариат бибиби не важно не важно инопланетяне вы знаете о корпорации межзвездного мира замечательно находюша бибиби представляюсь я ричард поисковик поисковик объектов для дома версии 063 ежегодная версия класса люкс по прозвищу находюша поисковика объектов для дома оказывается у кмм есть и такая продукция бибиби мой модуль сканирования мозговых лун поврежден пожалуйста отправьте меня в магазин техника межзвездного мира для бесплатного гарантийного обслуживания в течение 232 лет и 84 дней картинного срока инопланетянин пожалуйста отвези меня магазин техника межзвездного мира не на ремонт что оказывается он сломан а он сломался что делать будем возьмем его с собой возьмем с собой может пригодиться нет места уже конечно возьмем правильно правильно когда вам нужно что-то найти зовите на хадюшу на хадюша бля на хадюша так мы куда идем мы можем пойти вниз нам идти вперед а я пока контролер лифта нам скорее всего лифт заблокирование может быть активирован ну понятно то есть там вниз можно спуститься а вот там роботов дохерища ой случайно окон так это не готова а сколько у нас есть времени у а можем всех собрать и будет сразу две волны это такой хитрый до прикинь натуре видимо так работает а может быть они и так были соединены я не уверен но возможно это так вот их закончилась а нет не кончилась песня отлично я уже думал что все будем без песни сидеть короче всех раций захерачив в конце нормально почему бы нет тут 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 опа чуть не пропустил лучше то тоже может быть так подожди ага так это я куда-то пробежал тут типа тупик да да отлично мы еще должны в итоге найти так тут не пройдешь мы еще в итоге должны найти чашелист возможно в этой серии мы успеем его найти так это сюда это сюда супер пожалуйста ссылки инструкциям на панели подтвердите путь зондирования погнали автоматом шмель хорошо взглянем на панель управления а ты прямо нас сюда ведешь окей а я попытаюсь смотреть если тут что-то полезное что за шум кажется там большой скандал пойдем посмотрим походи март не мешай мы нас ведет автомат от он о спасибо друг ценный сундук все улетел 460 супер все можем брать эйдолон нам хватит собрать сундук а это что а якорь это якорь а ну вот как раз будет чашелист вот здесь вот он он я его вижу антонина трусливые людишки что-то не припомню чтобы вы так себя вели с приспешниками сваруга ваши родители не рассказывали вам что такое твердость духа мы не дураки рисковать жизнью сражаясь против роботов а сами-то отрыли огромный кусок геосущности и решили прибрать себе это трудник наша территория шахтеры трудятся здесь изо дня в день вы даже и не пытаетесь притвориться что пришли помочь бездельники все-таки все-таки и себя смелой а только и хотите что нажиться на нас позорище о каком позоре речь если нам даже нечем набить свои желудки а я понял вы просто ждете пока мы все тут помрем с голоду тогда у шахтеров станет больше еды только зря потратила время пытаясь с вами договориться пока вы тут шумели жилу захватили роботы теперь мы все в одной лодке правильно и на жилу надежды больше нет но не забывай кто первым тут начал оружием размахивать и полегче что ты вытворяешь предупреждаю дикий огонь где-то рядом чушь дикий огонь и вес в разборках с приспешниками сварага теперь чем они теперь тебе помогут не хотите получить пулю отдавайте припасы и снаряжение они готовятся к атаке шахтеры безоружны это же ни в какие ворота надо их спасти сохранять спокойствие я разберусь давай я разберусь вот так вот а не изображай себе героя я пойду с тобой я тоже в деле мы не можем позволить этим головорезом творить все что им заблагорассудится но я говорю она нормальная она выйдет потом хороший кто это тут у нас вообще в курсе чья это территория поговорим еще поговорим мне еще это не ваш территория она нападайте все разом я спешу давайте еще будем с вами тут разговаривать зачем а шо вы их не бьете ребят ну ну все зеле как хорошо что ты здесь мы почти это всего лишь кучка болванов я рада что вы в порядке антонина ты не видела бригадира олега олега он провел людей во внутреннюю секцию сказал что нужно очистить территорию от роботов их уже давно нет если бы появился дикий огонь эти головорезы и носа бы не высунули кажется проблема в роботах сварога что им нужно нам нужно поговорить об этом боссе в обычных роботов нет собственной воли их цель всего лишь цель сварога босс он появился внезапно после передислокации стражи и быстро стал большой шишкой в подземье сварог претендует на роль хранителя человечества все бесхозные роботы подчиняются его командам они заняли центр ядра печи и никого не подпускают никто не знает зачем сварог все это затеял обычно он не покидал ядро печи и не вмешивался пока в подземье начался беспорядок хранитель человечества который может управлять роботами никогда такого не слышала похоже эти ваши архитекторы не так уж и все ведущим вы способны нормально разговаривать или нет сейчас не время выяснить отношения похоже во внутренней секции сейчас опасно сможем ли мы пройти хочу познакомиться с варагом его приспешниками мы спасли шахтеров идем обратно мы еще не нашли дикий огонь верно нужно с этим разобраться бригадир и остальные все еще там это всего лишь куча металлолома ничего ничего тут бояться в зеле начинает признавать нашу силу признаюсь ребята вы хороши если бы все из дикого огня также впечатали на впечатляли на поле боя мы бы не оказались в таком положении из-за сварога антонина ты можешь провести шахтеров обратно через вход и отправить их к наташа конечно но вы будьте осторожны я впереди много роботов окей так антонина что за времена кто ты еще знаешь о свароге сварог я не знаю его в подземне царица суматоха каждый занят своими проблемами у кого есть время совать нос в чужие дела я слышала как в день не говорили что сварог охранял их базу возле ядра печи маята думала он хороший ты привела этих бродяг в шахту хочешь сказать что я это я виновата ты не так поняла не нужно волноваться забудь я просто устала вот и все даже если у этих бродяг не дома куда можно было бы вернуться у них все равно есть достоинства они не будут принимать подачки вечно им нужно была честная работа чтобы пройти через эти трудности а вот я и позвали и позволила им присоединиться к шахтерской бригаде кто-то правда может сказать что я поступила неправильно и все правильно сделано возможно проблема началась именно с этого может быть ты бы справилась с этим лучше давай вот так их если говорить по существу то они сбились в шайку другие шахтеры так и не приняли их по настоящему я должна была это видеть похоже ты знакома с диким огнем это надежно ребята поверь мне если бы не они эта область уже была бы наводнена монстрами прямо как о заклепка граде у меня больше нет вопросов я собираюсь отвести шахтеров доктор наташи береги себя с вами не с кем нельзя поговорить да так нам туда вниз а у нас здесь появился шли золотой бутон сокровищ ну давай посмотрим что из себя он представляет это чашелист и на этом скорее всего мы и закончим да опа у нас все тоже самое будет интересно мы также будем быстро справляться или нет а я напоминаю если ты хочешь попасть мое видео как до этого появлялись тут ребята то есть ссылочка внизу под видео на мою группу vk там есть обсуждение и там ты можешь оставить свой ник и тогда ты попадешь ко мне видео все очень просто я потом это еще повторю в самом конце так на всякий случай ну слушай они быстро бьют так подожди если первый нам давал прокачку под кону тот чашелист этот чашелист нам будет давать что то есть передавал прокачку персонажей 2 давал прокачку конусов это типа тоже прокачку персонажи только круче я ведь правильно понимаешь это так работает а у нас уже пятая волна ну нормально быстро и под музыку я короче видел что у зарянки новый трек вышел послушай наверное хороший папа все вот такие дела и получаются у нас так получается мы остановились вот здесь прошли считай ну не половину но какую-то часть это что вообще а подожди не понял что за сильный противник как я его как я про него не понял смысле а нам чем миссии каждый раз обновляется описание миссии опасная ситуация в шахте разрешилась члены ликого огня помогает шахтерам выбраться наружу но зеле еще не привела заключенный броню к бригадиру и вы еще не встретились этим важным человеком это главная причина по которой вы здесь продолжайте спуск шахту хорошо так тут а ну вот мы не можем спуститься вниз там кто-то где-то что-то охраняет сундук да а вон они ребята сундук охраняют хорошо а значит эти стрелочки на карте это они показывают переход на другой уровень вверх-вниз все окей я понял теперь настало чуточку понятней вот туда с тоникой мы тут остановимся как будто мы не отличаемся них вообще мы вот с ними как стоим так и стоим надести понравилось а стой подожди погоди ну а по осторожно так тут идет какая от просто бабки чисто бабки да мне денег там жопой жуй вообще кошмар а кукей ладно надеюсь и понравилось это видео подписывайся на канал оставляй лайк и комментарий делись этим роликом с друзьями ставь колокольчик чтобы не пропустить новое видео скоро увидимся всего